27 сентября 2020 года враг начал полномасштабную атаку по всей линии соприкосновения с Арцахом, задействовав при этом террористов из ИГИЛ, а вся координация и разведка велась руками турецкого штаба при поддержке израильской космической разведки. 44 дня при неравных силах, при предательствах со всех сторон, при вмешательстве третьих стран армянский солдат защищал свой дом от чужеземцев, защищал очень храбро, достойно, давал жесточайший отпор. Армянские мужчины отдали свою жизнь за эту землю, и мы всегда будем чтить их память. Они наши герои, они в наших сердцах. Арцах обязательно вернется домой, рано или поздно это произойдет. Но для этого наш народ должен укрепить свою армию, создать военные союзы и стать единым целым. Слава армянской армии! Слава армянскому солдату! Вечная слава павшим героям! Спикер Национального собрания Алан Симонян, президент Республики Вахаган Хачатурян, вице-премьер-министр Мхэр Григорян почтили память павших в 44-дневной войне героев Армении и Арцаха на пантеоне Ераблур. Вчера в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкина состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзаяна и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова. Стороны договорились приложить дополнительные усилия в направлении заключения договора об установлении мира и межгосударственных отношений в кратчайшие сроки. Стороны выразили благодарность госсекретарю США. Международная организация Bellingcat заявила о том, что на спутниковых снимках столицы Нагорного Карабаха Степанакерта зафиксировано множество случаев, которые свидетельствуют о разрушениях и разграблениях по всему городу. В школах Австралии начнут преподавать историю геноцида армян, ассирийцев и греков. Это решение принято в рамках обновленной учебной программы, утвержденной Советом по образовательным стандартам НСВ. На этом фото обычное заседание правительства страны, но это не совсем так. Азербайджан – одна из немногих стран мира, где страной управляют папа, мама и сын. Диктатура – дело семейное. Посол США в Армении Кристина Куин выразила свое почтение армянам, погибшим в результате многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Как говорится в сообщении посольства, Соединенные Штаты полны решимости работать с правительством Армении, чтобы помочь тем, кто потерял свои дома и средства к существованию. Почти вдвое на 90% вырастет бюджет Министерства индустрии высоких технологий Армении в 2025 году – до 47,5 миллиарда драм, или примерно до 122 миллионов долларов. Согласно проекту госбюджета, расходы по линии развития оборонных технологий останутся примерно на уровне текущего года – 5,7 миллиарда драм, около 15 миллионов долларов. Основной прирост придется на гражданские проекты, включая создание инженерного городка в Ереване и государственное содействие IT-компания. Мушурба – это поющий символ гюмри. Прямо сейчас мы расскажем вам о Эдуарде Жамко-чане, который уже 50 лет занимается его изготовлением. Мастер медных дел по имени Эдуард Жамко-чан уже почти 50 лет занимается изготовлением символа гюмри – мушурбы. Это особенный булькающий кувшинчик, сделанный из металла, а делает он ее при помощи инструментов, привезенных из Эрзрума его дедушкой. Мастер Эдуард признается, раньше он и представить не мог, что мушурба завоюет такую популярность и станет своеобразным символом гюмри. Несколько лет назад в центре города мушурбе даже был установлен памятник. Изготовление этого своеобразного кувшина – дело непростое. Нужно целыми днями стучать по меди, чтобы добиться необходимой формы. А чтобы при использовании чаша издавала характерное бульканье, нужно прибегать к хитростям. Именно из-за этого звукового эффекта гюмрицы называют мушурбу калкелан. Свой первый серебряный кувшин он изготовил для католикоса Вазгена. Мушурба – арабское слово, а не турецкое, как иногда думают. Это наше семейное дело. Этим занимался мой дед, мой отец, и я тоже занимаюсь этим. Я изготавливаю мушурбу уже почти 50 лет. У меня была очень хорошая жизнь. Я очень любил и люблю свою работу. Сейчас я уже отошел от дел, и наше семейное дело продолжает мой сын. Мушурба пришла в гюмрии Западной Армении. Однако, в отличие от турецкого аналога, который используют в купальнях. Наша, по словам мастера, служит сосудом для хранения воды, сохраняющим ее свежесть и прохладу длительное время. По стопам мастера Эдика пошел и его сын, который с гордостью продолжает ремесло отца. У мастера есть внук, а значит, есть надежда, что дело медников гюмри будет продолжено. Альвина Акопян, Мария Григорян, Хайкмедиа, город Гюмри, Ширакская область, Республика Армения. Армения улучшила свои позиции на 9 пунктов и заняла 63-е место в рейтинге Глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO. Рейтинг составили на основе таких показателей, как институциональная среда, научные исследования и разработки, экологическая устойчивость. Россельхознадзор готов расширять список поставщиков продукции из Армении. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россельхознадзор заинтересован в импорте в страну аутентичных продуктов, имеющих подтвержденное армянское происхождение, отметил он. Расходы бюджета страны по линии МВД Армении в 2025 году намерено увеличить примерно на 15 процентов, до 105 миллиардов драм, чуть больше 270 миллионов долларов. Организация «Дорога к счастью» уже на протяжении пяти лет оказывает помощь и поддержку людям с различными заболеваниями. В нашем репортаже мы расскажем вам о деятельности центра, а также о том, с какими проблемами он сталкивается сегодня. Это первый в Армении дневной центр для людей от 18 до 65 лет с отклонениями в развитии. Здесь ребята поют, танцуют, учатся шить, готовить хлеб и различные блюда, выращивать овощи и фрукты. Проще говоря, здесь они учатся всему, что может пригодиться им в повседневной жизни и в социализации. Президент организации «Дорога к счастью» Гурген Зурначан подчеркивает, принимая в центр воспитанника, они уточняют у родителей, трудоустроены они или нет. Как правило, родители людей с инвалидностью сталкиваются с проблемами в трудоустройстве, поскольку большая часть времени уделяется заботе и уходу за своим ребенком. Центр же берет на себя все заботы по уходу за своими воспитанниками, но с одним важным условием – их родители должны найти работу. Таким образом, организация стремится не только облегчить бремя родителей, но и создать условия для их финансовой независимости, улучшить материальное положение и повысить качество жизни семей в целом. Главная цель, которую ставит перед собой центр «Дорога к счастью» – помочь своим воспитанникам интегрироваться в общество и обеспечить этих людей работой. Учредители твердо верят, что их воспитанники способны внести значительный вклад в общество и трудиться на его благо. За пять лет своей деятельности они уже подготовили семь квалифицированных специалистов. «Проживая в Америке, я основал подобный центр там. И позже мы с Аревик Матавосян решили открыть такой же центр в Армении для помощи нашему народу. Мы изучали и анализировали актуальность данного вопроса в Армении. После принятия решения об открытии центра мы обратились к правительству и нам выделили здание на пять лет. Мы сделали небольшой ремонт и приступили к работе. Хочу отметить, что за эти пять лет мы уже обеспечили рабочими местами семь человек. До запуска центра никто не верил, что кто-то из наших подопечных сможет выполнять какую-то работу, но мы доказали обратное. Я думаю, многие ребята в будущем тоже найдут себе работу. А в случае, если человек не найдет себе работу, мы решим этот вопрос, создавая новые рабочие места в нашем центре. Мы стараемся помочь, развивая самостоятельность людей. Они здесь учатся готовить, ухаживать за собой, убираться. В целом учатся всему, что делают люди каждый день. Наша цель, чтобы каждый из них мог самостоятельно жить и работать. Сами воспитанники центра каждый день спешат сюда, чтобы провести свой день, наполненный яркими эмоциями и общением с друзьями. Настолько, что когда наступает время уходить, они просто не могут с этим смириться. И что самое главное, здесь они чувствуют себя нужными и по-настоящему счастливыми. Меня зовут Анна Геворкян. Я посещаю Танный центр уже около четырех лет. Здесь я нашла хороших друзей, а также работу. Сегодня, например, мы с ребятами отвечаем за кухню. Мне очень нравится работать здесь. Я с любовью выполняю свою работу. Мы учимся самой разной работе. Также у нас есть швейная мастерская. Там мы изготавливаем изделия своими руками, которые потом продаем на различных ярмарках. Мы сажаем здесь деревья, сеем различные семена. Мы выращиваем различные овощи, картошку, фасоль и многое другое. После сбора нашего урожая часть мы используем в приготовлении пищи, а часть продаем. Когда я начал посещать данный центр, я понял, что здесь я могу добиться всех своих целей. Я здесь каждый день стараюсь приблизиться к своим целям и мне помогают в этом. Мне будет очень тяжело, если центр закроют. Честно, я не представляю свою жизнь без него и не знаю, что буду делать в такой ситуации. К сожалению, сейчас общественная благотворительная организация «Дорога к счастью» столкнулась с серьезной проблемой – отсутствием финансирования и находится на грани закрытия. Но общими усилиями мы можем помочь центру продолжить свою работу, а подопечным центра вновь каждый день возвращаться в свой второй дом. Каждый желающий может отправить любую сумму пожертвования по реквизитам, указанным на экране. Это первый и единственный в Армавирской области Армении дневной центр для людей с ограниченными возможностями, и допустить его закрытие нельзя. Сона Галдунс, Эрнест Харутюнян, Хайк Медиа, город Эчмиадин, Армавирская область, Республика Армения. Служба национальной безопасности 26 сентября задержала 20 человек в Капанском филиале Национального политехнического университета из-за финансовых злоупотреблений, в том числе ректора Лерника Петросяна. Обвинения предъявят не только сотрудникам, но и студентам вуза. Подразумевается, что студенты не посещали занятия, но сдавали экзамены и зачеты. Скорость электросамоката в Ереване ограничат до 25 километров в час. Водить электросамокаты, согласно новому законопроекту, можно будет с 16 лет в специально обустроенных для этого местах, с 18 лет – в шлемах. За нарушение правил вождения предусмотрены штрафы от 5 до 29 тысяч драм, от 13 до 75 долларов. В Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спиндиаряна дают премьеру балетного спектакля «Антуни». Новая постановка спектакля Эдгара Уванисяна более чем полувековой давности посвящена великому армянскому композитору Комитасу, чьи юбилейные дни отмечаются в Армении. Иордания номинировала на Оскар фильм об 11-летнем «Вреже из Арцаха». Королевская кинокомиссия Иордании выбрала документальный фильм иорданского режиссера армянского происхождения Сарина Рапетян «Моя сладкая земля. Май Суитленд» для представления на соискание премии Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм». 22-й Международный театральный фестиваль исполнительских искусств «Хайфест», который пройдет с 1 по 8 октября в Ереване, соберет участников из 18 стран – Италии, Франции, США, Германии, Польши, Белоруссии и других. Сегодня в Греции состоялся конгресс Международной Федерации Хоккея, на который было решено провести чемпионат мира в дивизионе 4 в Ереване. В турнире также примут участие команды из Ирана, Кувейта, Малайзии, Индонезии и Узбекистана. Чемпионат пройдет с 13 по 19 апреля. С 11 по 24 октября в шахматной столице США, Сент-Луисе, пройдут чемпионаты США по шахматам среди мужчин и женщин, в которых примут участие по 12 сильнейших шахматистов страны. Среди этих 12 – трое армян. В соревновании среди мужчин титул чемпиона будут оспаривать Левон Аронян и Самуэль Севян. А в чемпионате среди женщин – Татеф Абрамян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова